Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наш новый цикл передач, посвященный тем, с одной стороны, очень крупным по своим размерам государствам, которые вошли в историю под названием эллинистических, но, с другой стороны, государств, без которых историю античности представить себе невозможно. Мы с вами в предыдущей лекции уже говорили о том, что эти небольшие, но очень воинственные государства постоянно воевали между собой, и вообще эллинистический мир, столь высокий в духовном и культурном отношении, бесконечно между собой, к сожалению, воевал. Вот так как бы бывает в жизни человечества, что одно совсем не исключает другое. И вот поэтому отчасти, отчасти потому, что в последующих лекциях мы с вами поговорим об одной из самых великих битв в истории античности, битве при Гавгамелло, где серпоносные колесницы тоже сыграли свою роль. Вот мы с вами немножечко и поговорим об этом военном приспособлении, без которых, в общем-то, поздняя античность и эллинизм себе представить довольно-таки трудно. По поводу серпоносных колесниц, времени их возникновения и места существуют, на мой взгляд, две серьезных версии. Некоторые историки придерживаются того мнения, что серпоносные колесницы возникли еще во времена древней Ассирии. Ну или, по крайней мере, там были сделаны первые попытки оборудовать колесницы страшными лезвиями против пехоты противника. Другие историки, вот в частности, автор самой значительной, на мой взгляд, на сегодняшний день статьи «Происхождение истории серпоносных колесниц» историк Нефедов, вот он в том числе придерживается мнения о том, что серпоносные колесницы возникли непосредственно в Персии. Причем именно в тот период, когда персы стали постоянно сталкиваться с греческой и македонской фалангой, то есть с плотным строем противника, который нужно было разорвать и разбить. Ну вот, я, пожалуй, никакой версии не придерживаюсь, поэтому в нашей сегодняшней лекции я расскажу и о той, и о другой гипотезе. Первое такое серьезное сообщение историка о серпоносных колесницах принадлежит знаменитому афинскому писателю, историку Ксенофонту, имя которого мы с вами довольно часто упоминали, и который, как вы, наверное, помните, если внимательно слушали, вынужден был зарабатывать на жизнь своей семье наемным профессиональным воином. Во всяком случае, он и о колесницах, и о войне знал не понаслышке. Вот на первом слайде мы сейчас посмотрим бюст этого замечательного человека, прожившего довольно сложную и интересную жизнь. Он родился около 430 года до нашей эры и умел около 355 года до нашей эры, то есть фактически вот в тот период, когда Александр Македонский родился. Это, в общем-то, один период, и мы можем говорить, что Ксенофонт описывал практически то самое время, о котором мы с вами сейчас беседуем. Ксенофонт вошел в историю не только как историк и профессиональный воин. Кстати, он написал знаменитые трактаты о верховой езде. Недаром мы с вами в нашей предыдущей передаче посвятили истории лошади. Ксенофонт написал классическое руководство для обучения наездников и выращивания лошадей, которым пользовались на протяжении двух тысячелетий. И даже написал такой труд под названием «О командовании конницей», содержащий советы по усовершенствованию действий кавалерии. Наемником он был на стороне одного из претендентов на персидский престол Кира-младшего. Но вот свою самую знаменитую книгу «Киропедия» Ксенофонт посвятил жизни великого персидского полководца Кира Великого, который жил за столетия до рождения Ксенофонта. И вот как раз в этой книге, которая, кстати, переведена на русский язык и даже продаётся сейчас в книжных магазинах в некоторых Киропедии, Ксенофонт рассказывает о том, как великий правитель, создавший фактически персидскую державу, и переоборудовал простые колесницы на серпоносные. «Расположены были эти колесницы, — писал Ксенофонт, — на большом расстоянии друг от друга. Так называемые серпоносные колесницы, вот посмотрите на следующем слайде рисунок, реконструкция, серпы у них насажены в кость на оси колёс и повёрнуты под колесницами лезвием к земле, для того, чтобы разрезать на части всё встречающееся живое на пути». Ну, вот по мнению такого авторитетного историка, как Ксенофонт, всё-таки получается, что конкретно серпоносные колесницы были изобретены персами. Хотя я лично считаю, что, возможно, просто греки впервые такие колесницы увидели у персов. А персы заимствовали эту идею у ассирийцев, поскольку, в общем-то, в глубокой древности народ персы, или парсы, как они себя называли, входили в состав Великой Ассирийской державы. Ну, вот, тем не менее, с ассирийцами греки не сталкивались, а с персами сталкивались. Им, может быть, даже показалось, что колесницу изобрели персы. Во всяком случае, Ксенофонт писал, «Из азиатов же древние персы занимались ездой на серпоносных колесницах и бронированных конях». Действительно, на лошадей они одевали такую чешую металлическую. «А ещё до них элины с Агамемноном и Троянцы с Приямом ездили на колесницах с незащищёнными ничем конями». И вот на следующем слайде мы сейчас с вами посмотрим рельеф с одного из греческих храмов, который изображает вот такую простую греческую колесницу, где правит возничий, и воин на колеснице мчится в бой. В принципе, колесница здесь не служила средством уничтожения противника, а скорее была средством мобильного передвижения вдоль фронта сражения. Что касается Керапидии, то отмечу, что она не является историческим произведением в строгом смысле этого слова, а скорее художественное произведение на историческую тему, в котором автор введения многих персидских обычаев и неперсидских приписывает своему герою Киру Великому, которого он не знал, но считал идеальным правителем, поэтому грек с большим уважением и теплотой написал об этом Персии. Вслед за ксенофонтом сообщение о введении колесниц с серпами именно Киром повторяет и историк Ариан, имя которого мы очень часто упоминаем, поскольку это один из самых лучших биографов Александра Македонского. Жил он уже в начале нашего лета исчисления, в первом веке нашей эры. У него есть довольно интересная книга, посвященная войне, она называется «Тактическое искусство». И вот он там тоже сообщает, что якобы серпоносные колесницы, как одно из самых страшных видов оружия своего времени, придумали персы. Но можно полагать, что Ариан, который сам, в принципе, не воевал и жил уже намного позже того, как эти колесницы активно применялись, просто заимствовал эту информацию, у какого-либо историка, а может быть, даже и у ксенофонта, который все очень уважали. Что касается версии персидского происхождения колесниц, то в качестве ее подтверждения многие историки современные отмечают тот факт, что для создания такого нового рода войск, как серпоносные колесницы, нужны были, в общем-то, очень существенные причины, чтобы затраты на обучение воинов, на обеспечение самого этого вида вооружения окупились бы пользой в бою. То есть причины должны были быть очень веские. И в случае с серпоносными колесницами, ведь действительно нужно было создать совершенно новый род войск, бойцы, в котором должны были обладать смелостью самоубийцев, вот считает, например, современный историк Нефеткин, потому что вот эти люди на серпоносных колесницах часто летели в своих упряжках прямо в ряды врага, практически больше никем не поддерживаемыми, не поддерживаемыми, а так и других всадников. В расчете на то, что они произведут и страшное психологическое действие на противника. Но я думаю, что и самим людям, стоящим в этих упряжках, было довольно страшно лететь на сомкнутые ряды противника, поэтому, наверное, не случайно ксенофонт указывает на особые почести морального характера, которые воздавались обычно вот таким колесничьим, на серпоносных колесницах со стороны персидских царей. Поскольку серпоносные колесницы должны были поражать плотный сомкнутый строй фаланги, то вот, например, Нефеткин и вместе с ним многие другие историки именно поэтому считают, что вооруженные серпами колесницы, скорее всего, могли распространиться в период какого-то очень длительного конфликта, того, о котором мы с вами говорим, конфликта греков и персов, конфликта, который длился около 300 лет. Возможно, именно во время приготовления к воинам с греками, первой, второй, третий греко-персидским воинам, и родился этот род войск, ну, где-то вот в конце V века до нашей эры. В принципе, это похоже на правду. Во всяком случае, мое мнение, наверное, в массовом порядке серпоносные колесницы стали применяться именно против сомкнутого строя греческой фаланги. Например, Геродот, который подробнейшим образом описывал все войска Персидской империи, но до вот этих конфликтов, он вообще не упоминает колесницы с серпами. Нет вооруженных страшными лезвиями колесницы в других источниках. А вообще, первое такое серьезное историческое упоминание о колесницах с серпами мы встречаем в описании знаменитой битвы при Кунаксе. Это 401 год до нашей эры, то есть это V век до нашей эры. В описании того же ксенофонта, это его книга Аннабасис. Об этом писал также в своей книге Персики Ктесий, простите, Ктесий с острова Книд. Ктесий Кницкий. Кстати, между прочим, он был врачом Артаксеркса II, персидского царя, который доверил свое здоровье греку. Во всяком случае, по представлениям вот этих известных историков, хотя по профессии они были другими людьми в обычной жизни, по их представлениям колесницы с серпами появились не в их время, а чуть-чуть раньше, вот где-то там, скажем, в V веке до нашей эры. Многие историки и как бы определяют вот этот период появления страшного нового вида оружия на исходе античности колесниц, вооруженных серпами, между 479 и 401 годом до нашей эры. Вот эти вооруженные колесницы у греков получили название Дрепанифора Армата. Дрепанифора Армата. Кстати, вот слово Армата похоже на испанское, на латинское армада, то есть много, да? Но Дрепанифора Армата буквально переводится из греческого как серпоносные колесницы. Причём слово Армата применялось только к квадригам, то есть к колесницам, запряжённым именно четвёркой лошадей в один ряд. Кстати, если быть совсем точными, то такие колесницы нужно было называть не серпоносные, а косоносные, потому что на самом деле серпы – это изогнутые орудия, а коса – это более прямое, правда? Но поскольку греки не знали косу как сельскохозяйственное орудие, а вот знали серп, то они назвали колесницы серпоносными, поэтому русское название является буквальным переводом с греческого. Кстати, возможно, ещё одним подтверждением того, что эти колесницы изобрели не персы, а какой-то другой народ, и, может быть, раньше, является существование в греческом языке именно такого уточнения, как та армада персика, то есть персидские колесницы. Возможно, греки подразумевали, что такие колесницы, вооружённые страшными ножами, были ещё у какого-то другого народа, с которыми они не сталкивались. Но об этом они особенно не распространялись, а вот античные военные теоретики специально зато противопоставляли серпоносным колесницам обычные невооружённые. Вот давайте на следующем слайде мы ещё посмотрим такую невооружённую, ничем кроме вооружённых людей, обычную греческую колесницу, которую мы с вами хорошо знаем там по Троянской войне и вообще по истории ранней античности. Вот такие невооружённые колесницы греки называли таксила, а серпоносными называли, ещё раз повторяю, та дропанифора. Вот таким образом одна из версий о том, что колесницы с серпами появились именно в Ахаменицкой империи. Кстати, греки, которые, как я уже сказала, около 300 лет сталкивались с персами, эти колесницы не переняли. Возможно, я считаю, что это слишком страшное орудие против человека. А вот в эллинистический период эллинистические государства, населённые самыми разными народами, в том числе и греками, уже эти колесницы активно использовали. Так вот, серпоносная упряжка по своим задачам сильно отличалась от своих предшественников простых невооружённых колесниц, вот таких, как сейчас за моей спиной. Если простые колесницы обычно сражались между собой перед столкновением пехоты, поддерживали её фланги, преследовали врага после схватки и в гораздо меньшей степени выполняли функцию фронтальной лобовой атаки на пехоту противника и вступали в бой, когда, ну, скажем, враги уже начинали отступать, или их колесницы были выбиты с поля боя, то упряжки с серпами – это оружие исключительно для лобовой атаки строя врага, причём рассчитанное не только на непосредственное поражение неприятеля, но, как я уже сказала, и на огромный психологический эффект на деморализацию противника, и главная задача серпоносных колесниц как раз и состояла в разрушении сплочённого строя пехоты. А вот такая несгибаемая пехота в виде фланги, в первую очередь, как вы знаете, была у эллинов и у македонян. И вот в течение всего V века до н.э. постоянными противниками персов, как мы уже знали, и были греки. Именно эллины имели стойкую и тяжело вооружённую пехоту, которые довольно безуспешно атаковали своими наскоками персидские всадники. Вот давайте мы на следующем слайде посмотрим прорезь со знаменитой мозаики, посвящённой одной из битв македонцев и персов, то ли битвы при Иссе, то ли битвы при Гамеллах. Между прочим, вот этот всадник с конём в столь откровенной позе изображён прямо посредине огромной фрески, которая украшает до сегодняшнего дня один из домов, в так называемый дом фавна в городе Помпеи. Так вот, персидские всадники довольно безуспешно и долго атаковали стойкую и тяжело вооружённую греческую пехоту и заметили, что у греков почти отсутствовали или неэффективно использовались метатели, способные отразить атаку колесниц. И, следовательно, фаланга гоплитов как бы представляла собой довольно удобную мишень для нападения не всадников, а именно упряжек. Но самое главное состояло в том, что именно эллины понимали значение строя в борьбе с индивидуальными, вот с такими индивидуальными воинами. И вот эта их сплочённость, сплочённость фаланги должна была уничтожить уже не персидская конница, то есть не кавалерия, а именно колесница с серпами. Кроме того, во всех известных нам исторических случаях серпоносные кавадриги ахименидов применялись именно против греческой, а позднее именно против македонской фаланги. Вот, исходя из описания ксенофонта, который всё-таки оставил самое подробное свидетельство, мы можем представить себе, как выглядела, какова была конструкция серпоносной колесницы, ну, скажем, персидской, рубежа V и IV веков нашей эры, то есть вот того периода, когда зарождалось само понятие эллинизма. На следующем слайде, вот давайте мы с вами и посмотрим такую серпоносную колесницу в армии Артаксеркса II, времени битвы при Кунаксе, ещё раз повторяю, это первое достоверное свидетельство о применении колесниц серпами персами в 401 году до нашей эры. Вот эта иллюстрация выполнена как раз на основании описаний ксенофонта, археологического материала и различных изображений. Вы видите у лошади и налобник, и нагрудник, и систему тяги, видите пластинчатую попону, конструкцию колес, сам возничий защищён металлическим, бронзовым или железным, чешуйчатым панцирем, на голове у него остроконечный шлем в форме, который употреблялся на Ближнем Востоке, на поясе меч восточного типа, и возничий погоняет коней стрекалом, он стоит в кузове, сделанном из досок. Кони защищены бронзовыми нагрудниками и налобниками и пластинчатыми попонами, тоже металлическими. Оружием колесницы являются четыре серпа. Большие серпы, около 90 сантиметров, закреплены на концах оси, меньшие под осью. Вот эти меньшие предназначались уже для поражения упавшего противника. На ярме закреплены направляющие кольца, которые не допускали спутывания вожжей. Вот такая квадрика, как вы видите, имела большие колёса, вертящиеся вокруг оси. Длина этой оси должна была быть примерно равной ширине упряжки из четырёх коней. И к каждому концу оси прикреплялись по горизонтальному серпу или косе, если быть точным, длиной около 90 сантиметров. Вот эти два серпа, самых больших, и были основным оружием колесницы. Ещё два вертикальных, как я уже сказала, находились под осью, у обеих сторон пола кабины. Тут и хуже видно, но видно, маленькие вниз торчат. Вот. А у самого, одетого в чешуйчатую броню воина, стоящего в кузове, практически, кроме меча-то, наверное, ничего, в общем-то, и не было. Так вот, впервые такие колесницы, как я уже сказала, упоминаются в битве при Кунаксе между армией претендента на архименистский престол Кира-младшего и его братом, царём Артаксексом II. Армия Артаксекса, а Ксенофонд принимал участие как наёмник в этой битве на стороне Кира. Так вот, армия противника, то есть Артаксекса, насчитывала по сообщению Ксенофонда, примерно 900 тысяч человек. Из них 150 вот таких боевых серпоносных колесниц. Сам Кир, претендент-неудачник, имел примерно 70 тысяч войска. Из них 10,5 тысяч греческих наёмников, в том числе и Ксенофонд, 2,5 тысячи эллинских пельтастов, то есть фалангитов, а также 20 серпоносных колесниц. То есть 150 колесниц против 20. Битва была совершенно исключительная, потому что вот этот самый претендент, имея намного меньше и армии, и колесниц, выиграл сражение. Ну, наверное, потому что у него были греки-наёмники, которые тогда считались лучшими профессионалами. Однако Ксенофонд, как настоящий военно-специалист, рассказывает в своём труде в основном лишь то, что происходило на его фланге, и что он видел сам. Вот что он пишет. «А перед ними, персами царя, были отстоящие далеко друг от друга колесницы, называемые серпоносными. Замысел их состоял в том, чтобы на отряды греков их погнали и порубили ими нас». Кратко ход боя Ксенофонд описал следующим образом. Греки пошли в атаку, и своим грозным видом, именно греки, обратили царские персидские войска в бегство. В это время колесницы серпами атаковали левый фланг греческой фаланги. И вот греки, не испугавшись, самое главное было не поддаться панике, стали бить копьями о щиты, чтобы поднять страшный шум. И как все-таки нетренированные боевые лошади, они испугались вот этого крика и шума, квадриги начали разгоняться. А вот для того, чтобы колесница серпоносная смогла выполнить свою функцию, ей нужно набрать очень большую скорость, для того, чтобы они серпы очень быстро вращались. И вот колесницы только начали набирать эту скорость, необходимую для атаки, но лошади испугались поднятого шума, стали метаться, поворачивать назад. Возницы, увидев это, а кроме того, что остальное войско отступает, тоже не захотели погибать. И побросав свои квадриги и своих испуганных лошадей, вот на следующем слайде давайте посмотрим рисунок, который изображает лошадь. Персы лошади очень любили, еще раз повторяю, и вот создавали такие рисунки, позволяющие написать лошадь в самых разных позах, в том числе и упавшую, лошади сидящую. И вот лошади метались без людей, порезали и греческие ряды, и свои. Правда, греки в основном перед этими лошадьми просто расступались. И вот таким образом у эллинов пострадал в этой страшной битве всего лишь один человек, видимо, все-таки сбитый конями метущимися, однако даже не убитый. Причем вот в этой суматохе, как ни прискорбно, погиб сам претендент на персидский престол, погиб Кир, и поэтому выигравшие битву в основном греки уже дальше не знают, что, собственно, им делать, потому что тот человек, за которого они сражались, погиб. Но это же другая история. А вот следующий по хронологии случай применения серпоносных колесниц, зафиксированные в источниках, это бой при Доскелеоне, 395-й год до нашей эры, то есть через 6 лет после того, как была битва двух персидских царей. А вот эта битва при Доскелеоне была между отрядом спартанского царя Агисилая и конницей Сатрапа из Гелеспонской Фригии, то есть с самого краешка Малой Азии, возле проливов Форнабаза. Вот давайте на следующем слайде мы сейчас посмотрим, как изображали любимых лошадей персы в своей самой главной столице, в Персиполе, в городе, сожженном Александром Македонском. От него до сих пор остались руины, развалины, в том числе и вот такое интересное изображение одного торса с двумя лошадиными головами. Так вот, в битве при Доскелеоне, где столкнулись спартанцы и персы, персидский отряд, состоявший примерно из четырех всадников и двух всего серпоносных колесниц, неожиданно напал на греков. Эллины в количестве 700 человек сбежали все вместе, пытаясь построить свою фалангу. Но и персидский сатрап не мешкал. Он выстрелил вперед две свои колесницы и атаковал ими. Вот в этом бою мы видим один из немногих случаев успешного действия серпоносных колесниц, хотя их и было мало. Это объясняется тем, что сразу за атакующими колесницами в прорыв скакали всадники, которые прикрывали возниц. Из сражений, в которых принимали участие серпоносные квадриги, лучше всего освящена источниками битвы при Гавгамеллах. Мы ей посвятим отдельную лекцию. Но сейчас упомяну, что эта битва состоялась 1 октября 331 года до нашей эры. Вот на следующем слайде давайте посмотрим часть знаменитой мозаики из Помпеи, о которой я уже сегодня упомянула. В ее идентификации исследователи расходятся в своих мнениях, то ли это битва при Иссе, то ли это битва при Гавгамеллах. Ну, будем считать, что отчасти при Гавгамеллах. Эта битва была устроена на очень широком поле. Перси специально выбрали поле для битвы, где они могли развернуть свои многочисленные войска и свои страшные колесницы. Более того, почва специально была вырована для действия колесницы-конницы. А на флангах были насыпаны колючки, так называемые трибулы, металлические колючки, для того, чтобы на них напоролась македонская конница, главная ударная сила армии Александра. Вот сама битва при Гавгамеллах представляет нам как удачное действие серпоносных колесниц, скажем, против левого крыла македонян, так и относительно неудачное против правого крыла Александра в смысле использования серпоносных колесниц. К концу Ахименицкой эпохи произошли изменения в вооружении этих самых колесниц, отказались от нижних под кузовом серпом, однако вооружение колесниц усилилось путем прибавления горизонтального серпа, который был закреплен с каждой стороны на конце ерма, и путем приделывания к концу оси, соединяющей лошадей, спускающегося к низу лезвия. Он же был расположен ниже горизонтального серпа. Вообще, в эпоху эллинизма квадриги с серпами вместе с другими элементами военного дела переходят от Ахименидов к Селевкам. Селевки – это греческие потомки, ну, македонские, скажем так, потомки Селевка, знаменитого Диадохова и начальника Александра Македонского, и даже одно время его телохранителя. Селевкиды, как мы уже с вами говорили, создали довольно большую империю, огромную, можно даже сказать, и стали господствовать над основными районами бывшей Персидской империи, там, где, собственно, раньше и стояли колесницы в городах, и такие города назывались колесничьими. И вот персидские серпоносные колесницы очень активно использовались селевкидами в эллинистическую эпоху, то есть селевкиды были теми потомками греков и македонцев, которые конкретно переняли этот вид оружия. Возможно, это объясняется отчасти традицией, но отчасти, наверное, потому что потомки Некатора, селевка Некатора, поняли выгоду этого вида вооружения. Вообще-то основу селевкидской армии, а селевкиды очень много воевали, составляла фаланга, но конница была зато ударным видом войска. И колесницы они пытались использовать, но, в принципе, не так много можно найти в истории случаев удачного их применения. И поэтому селевкиды довольно быстро все-таки отказались от применения серпоносных колесниц, заменив их боевыми слонами. Но давайте все-таки посмотрим, как выглядела вот эта колесница, страшная колесница, которую использовали потомки греков и македонцев. Как я уже сказала, в селевкидскую эпоху вооружение квадриги усиливается путем прикрепления к Ерму пары копий, торчащих вперед. Но здесь даже не пары, здесь намного больше, как вы видите. Вот эта иллюстрация сделана на основании описания знаменитого античного римского истории Тита Ливия и изображение эллинистического оружия на рельефах алтаря Афины в Пергаме, тоже в знаменитом эллинистическом, хотя и небольшом государстве. Как вы видите, возница защищена железным шлемом с маской, панцирем из металла с двумя рядами полотняных птерик. На панцире повязан офицерский шарф. Руки покрыты железными наручами. Деревянные обтянутые кожей кузов колесницы тянут четыре коня. На внешних концах ерма закреплена пара серпов, которые должны были поражать верх корпуса неприятеля. Вот сбоку как бы этот неприятель бежит. А на концах оси закреплены еще четыре серпа, предназначенные для поражения ног противника. А к концам дышл прикреплены копии для поражения впереди стоящей цели. Лошади защищены железными нагрудниками с птеригами и налобниками из того же металла. Но, несмотря на такое страшное вооружение, как я уже сказала, в течение всей истории дома Селевка мы не встречаем довольно много примеров успешного применения серпоносных колесниц. Однако, именно селевки впервые в эллинистический период применили серпоносные колесницы, то есть люди не персидской крови. И вот это применение серпоносных колесниц греко-македонскими войсками мы встречаем в битве при Ипсе. При Ипсе, это, простите, 301 год до нашей эры, когда Селевк, вот давайте на следующем слайде мы посмотрим само изображение этого знаменитого диадоха Александра, основателя целого эллинистического государства, когда Селевк сражался с армией другого диадоха Антигона, который, кстати, первым объявил себя царем после Александра. Согласно рассказу Диадора, Селевка, который вы видите на экранах, имел 20 тысяч пехоты в этой битве, 12 тысяч конницы, 480 боевых слонов и примерно 100 серпоносных упряжек. К сожалению, о самой битве известно довольно мало, а об участии в ней колесниц вообще как бы ничего не сообщается. Еще одно свидетельство об употреблении Селевком I серпоносных колесниц относится к периоду борьбы его с торшимся в его владении сыном диадоха Антигона Диметрием Полиаркетом, которого мы с вами упоминали в рассказе о знаменитых метательных машинах, берущих города. Вот во время этих событий, когда один диадох воевал с сыном другого диадоха, Плутарх упоминает о неудачной атаке серпоносных колесниц где-то в Киликии против небольшой, преимущественно пешей армии сына Антигона. Еще один селевкидский царь Антиох III имел неизвестное количество для нас квадрик с серпами в своей армии в битве при Магнезии против Римлян уже, это осень 190 года до н.э. И вот об этой битве я хотела бы немножко рассказать. Пока я буду рассказывать, вот на следующем слайде я вам хочу показать монетку государства селевкидов, на которой изображена лошадь селевка. Ну, она вот тут представлена в виде знаменитого мифического единорога, о котором я вам говорила. Так вот, селевкиды были мощными правителями, они даже воевали с римлянами. В битве при Магнезии в 190 году до н.э. на территории Малой Азии во время Сирийской войны произошло знаменитое сражение с участием колесниц. Война эта шла между Римом и мощной ленистической Сирией, где при дворе Антиоха III селевкида укрылся великий полководец Ганнибал, вынужденный бежать из родного Карфагена. Это было решающее сражение, где римляне разбили многочисленного противника, то есть разбили селевкидов, потребовали у них выдачи флота, всех боевых слонов, уже потеснивших в своем значении колесницы, и, конечно, Ганнибала. Ганнибала не отдали, зато Антиох пошел в другой военный поход за сокровищами для того, чтобы оплатить римлянам огромную контрибуцию, кстати, погиб. А Ганнибал, укрывшийся в ненадежной Вифине, это еще одно ленистическое государство в Малой Азии, через 7 лет после вот этой неудачной битвы вынужден был покончить с собой, приняв яд. Так вот, в начале этой неудачной битвы, которой руководил Селевк, сын Антиоха III, тезка основателя государства, в начале этой битвы Селев, командующий левым флангом, бросил на врага, на римлян, серпоносные колесницы, видимо, надеясь перевести в замешательство итальянскую пехоту видом такого страшного вооружения. Однако на правом фланге римлян стоял Вифинский царь, представитель этого ленистического небольшого государства, который умел бороться с серпоносными колесницами и знал, что самое главное это не испугаться. И он бросил против этих атагующих квадрик легко вооруженных пехотинцев. А пехотинцы расступались перед колесницами, это можно сделать, стали бросать какие-то там стрелы, копья в коней, пугать коней опять-таки криком, уворачиваться, и вот не выдержав всего этого, колесницы повернули назад. Так что битва при Магнезе – это единственное сражение эпохи Селевкидов, в котором нам хоть что-то точно известно о действии колесниц с серпами на поле боя. Примечательно, что Ливий, который довольно подробно описал эту битву, специально отмечает, что после атаки упряжек серпоносных только тогда уже началось настоящее сражение, указывая таким образом на то, что бой с колесницами обычно происходил до столкновения основных сил и был неким составляющим моментом до введения в дело тяжеловооруженных пехотинцев и конницы. А вот в 88-м году до н.э. уже вифинский царь, некомет III Филопатр, сторонник Рима, напал на владение Митридата Понтийского. Ну вот мы сейчас уже встречаем с вами такие не очень знакомые названия, поэтому я немножечко скажу, что вот, например, Вифиния – это небольшое эллинистическое царство на северо-западе Малой Азии, располагалось оно на полуострове между Чёрным и Мраморными морями. Вообще много эллинистических государств располагалось справа от пролива, то есть на территории современной Турции, Ирака и Ирана. И вот вифинцы – это такое немножко сложное название, но на самом деле это искажённая Фригия, потому что вот из Фригии, о которой мы с вами говорили, помните, город Дефузев и так далее, вот от переселенцев из Фриги этот регион, и сами переселенцы получили новое название – вифинцы. И вифинцы, смешавшись с местным населением, постоянно вели какие-то войны там с ранними греческими колониями, затем, находясь под властью Персии и наследников Александра Македонского, даже создали своё небольшое государство, здесь была местная династия. Но вот во II веке до н.э. в ходе политического и военного соперничества с царями соседнего эллинистического государства Понта, расположенного непосредственно на берегу Чёрного моря, они уступили часть своей территории сначала эллинистическому государству Пергам, а потом Риму. И последний царь, Никомет III, вот тот самый, который напал на Понтийского царя, в той битве, о которой я сейчас скажу, он даже, умирая, завещал всё своё царство вифинское Риму, и Помпея уже сделал это царство новой римской провинцией. Ну вот, ещё будучи живым, в 88-м году до н.э., этот самый Никомет III, сторонник Рима, он вообще Рим любил, недаром завещал ему своё царство, напал на владение Митридата Понтийского. Вот давайте мы сейчас с вами посмотрим, как могла выглядеть серпоносная колесница, построенная по образцу персидской. Сам Митридат, царь огромного Понтийского царства, выступил, собрав 250 тысяч пехот и 50 тысяч всадников, и 130 примерно вот таких колесниц. Эта битва, о которой я рассказываю, состоялась при Амнии, и сам Митридат, вероятно, надеялся на успешное, но, главным образом, психологическое действие своих колесниц, поскольку считал, что римляне, которые выйдут против него, мало сталкивались с этим грозным оружием. Однако там стояли не только римляне, но и вифинцы, которые умели расступаться перед такими квадригами. И хотя Ариан достаточно красочно описывает рана, нанесённая вот такими колесницами, которые привели вифинцев сначала в ужас, но солдаты Некомеда, знавшие, в принципе, это оружие, не только не разбежались, но даже развернули армию на одного фронта, поскольку им зашли в тыл и довольно долго сражались. Однако только после больших потей войско Некомеда бежало. Вот таким образом битва при Амнии, где столкнулись вифинцы и римляне, с одной стороны, и понтийские греки, с другой, это одно из тех немногих сражений, где серпоносные квадриги действовали относительно успешно. Ну, хотя бы потому, что опытный стратег, архилла, это греческое имя, потому что вифинцы были греками, хорошо знал и достоинства, и недостатки такого вида оружия, как серпоносные колесницы. А вот в следующий раз мы встречаем уже серпоносные упряжки у самого понтийского царя Митридата, который вот эту битву при Амнии выиграл. Ту битву, о которой я только что рассказала. Давайте мы посмотрим поближе партит вот этого необычного человека. Митридат VI Евпатор, царь эллинистического понтийского царства, расположенного на побережье Черного моря, или понто-эвксинского, как называли это место греки. Вообще он был очень энергичным и смелым человеком и создал грозную армию и флот. Он вел очень агрессивную внешнюю политику в союзе с армянским царем Тиграном II против Рима, где после шестойких шваток и настоящих побоищ к власти пришел диктатор Луций Корнелий Сула. И вот 1 мая 87-го года нашей эры легионы Суллы ворвались в древние Афины, три дня жгли и грабили священный город, а вскоре после этого Сула пошел навстречу армии того человека, который вы видите, Митридата. Они встретились при Херане, где некогда одержал решающую победу над эллинами еще македонский царь Филипп и юный Александр. А на этот раз в марте 87-го года римляне наголову разбили понтийскую армию Митридата, несмотря на все его серпоносные колесницы. Сам этот человек бежал в Боспорское соседнее эллинистическое царство, но после измены сына, перешедшего на сторону римлян, принял яд и умер. Так вот, понтийцы в этой страшной битве при Херане построились традиционно, в центре у них была фаланга, а серпоносные колесницы были выдвинуты перед центром армии. И первым этапом боя являлся выход небольшого римского отряда в тыл с царским воином, которые стояли на горе Фурии. Даже была некая суматоха, но Сула сумел эту суматоху преодолеть, и даже его легионеры не испугались, когда Митридат бросил на них 60 серпоносных квадрик, чтобы, как писал Ариан, возможно натиском разрубить и разорвать легионы врагов. Вот давайте мы на следующем слайде с вами сейчас посмотрим портрет Луция Корнелия Суллы, человека, который стал диктатором Рима, который разграбил Афину. А вот на следующем слайде мы увидим его легионеров, которые не испугались натиска серпоносных фаланг, но поскольку места было мало и колесницы не смогли разогнаться, то римляне легко расступились, пропустили, возничьих перебили, даже смеялись, улюлюкли вслед возницам, и в ходе этой битвы воины царя Митридата, как я уже сказала, были разбиты. Вот битва при Херанеи представляет нам традиционное использование колесниц серпами в качестве оружия, атакующего фронт неприятеля. И вместе с тем присутствует здесь еще и другой мотив для атаки квадрид, задержать врага, чтобы он не успел построить свои ряды. Помните, я сказала, что в начале битвы там на небольшом холме было некое замешательство. Одновременно, вот пример этой битвы показывает, что квадриди, не успев разогнаться или идя на небольшой скорости, легко могли быть пропущены сквозь ряды неприятеля и возничьи просто погибали. Самое последнее применение понтийских колесниц мы с вами встречаем в битве при зеле. Это 47-й год до нашей эры, когда уже сын Митридата, Фарнак II, поставленный римским помпеем, царем Боспора, воспользовался гражданской войной в Риме, захватил Малую Армению, понт, и набрал новую армию, использовав часть старых отцовских солдатов, и решил, видимо, завоевать снова независимость. Ему пришлось столкнуться с таким гениальным человеком, как Гай Юлий Цезарь. Вот на следующем слайде мы давайте посмотрим его портрет. Гай Юлий Цезарь, окончив Александрийскую войну, пришел в Малую Азию, собрал местные силы и встретился с врагом, то есть вот с таким понтийским сепаратистом, около города Зелла на рассвете 2 августа 47-го года до нашей эры. Фарнак, сын понтийского царя, вывел войска из лагеря и повел их через равнину на римлян, которые только еще разбивали свой лагерь на возвышенности. Цезарь не предполагал, что противник нападет в столь невыгодных условиях и продолжал свои фортификационные работы. Однако понтийский царь совершенно неожиданно повел свои отряды на холм, где стояли римляне, в суматохе они пытались выстроить легионы, и вот на это еще не построенное войско Фарнак и бросил свои страшные колесницы, которые, однако, были быстро засыпаны множеством метательных стрел. Легионеры, отбросив квадриги, столкнулись с холма и пехоту врага, и войско Фарнака бежала. Именно об этой победе Цезарь потом, которую вы сейчас видите, очень кратко напишет «Вени в виде вице», то есть пришел, увидел, победил. Вот это, кстати, имеет прямое отношение к серпоносным колесницам. Ну, а в заключение я хотела бы вам показать парадную персидскую колесницу, поскольку все-таки одна из версий, что именно персы изобрели серпоносные колесницы. Вот вы видите возницу в пышно-придворном одеянии, два коня, соответствующее количество вожей, двенадцатиспичное колесо. Ну, здесь вот никаких еще устрашающих элементов, однако вот именно из такой парадной колесницы и родились те, о которых мы с вами говорим. Их исторический путь, который прослеживается по документам, от битвы при Кунаксе 401-й год до нашей эры, до битвы при Зеле. Это 47-й год до нашей эры. Так что, как ни крутить, от 400 лет вот такие страшные колесницы существовали, и с ними связан конец античности и начало эллинистического периода. И многие небольшие эллинистические государства существовали, обороняли себя или захватывали территории именно с помощью этого вида вооружения, для которого обязательно была нужна ровная местность. Впрочем, специальное выравнивание почвы для таких колесниц мы с вами встречаем только в одном месте. Это во время битвы при Гавгамеллах, о которой мы с вами поговорим в следующей передаче. Мы знаем, что для таких колесниц обязательно нужно было большое пространство для разбега. Мы знаем, что их обычно ставили перед войском, перед началом сражения, на некотором расстоянии между собой. Мы знаем, что древним хорошо был известен страшный психологический эффект такой колесничной атаки. Но этого страшного эффекта, о котором много писали, об этих страшных кровавых ранах, производимых серпами, все-таки можно было избежать, если пехота была уверенной в себе и знала, как раступиться перед страшными колесницами. Кстати, греки это придумали очень быстро, а пролетевшую колесницу уже изолировали, переламывая лошадям ноги или сбивая возничего. Но в заключение я хочу сказать, что серпоносные колесницы в том виде, в котором они все-таки были изобретены при ахиминидах, а затем перешли к селевкидам и к митридатам в эллинистическую эпоху, это явление в достаточной степени уникальное в мировой истории. Ну и, наверное, потом это использовалось уже только в Китае. Вот, кстати, посмотрите, очень интересный рисуночек из атласа, целого анатомического атласа, посвященном лошадям. Еще раз повторяю, персы без лошади трудно себе представить. А вот перед вами замечательные китайские лошадки. Я их показываю, потому что именно в Китае эпохи восточного Джоу, это восьмой-третьей века до нашей эры, тоже существовали примерно подобные вооруженные колесницы, но в целом это явление довольно уникальное, связанное именно с Ближним Востоком, серпоносные колесницы. На этом мы нашу с вами сегодняшнюю лекцию заканчиваем, а в следующей же поговорим о том, как эти колесницы применялись в одной из самых великих битв античности в битве прикров-гамеллах. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok